Вот стандартная комплектация, сама так называемая сетто-бокс, это приставка для цифрового фирмного телевидения, блок питания. Чтобы смотреть телепрограммы в высоком цифровом качестве, нужна приставка. Зрителям будут доступны 20 бесплатных каналов. На оборудовании указан цифровой стандарт DVB-T2, то есть набор программ второго мультиплекса. Однако, как говорят в Амурском ОРТПЦ, сегодня приставка-элемент не всегда обязательный. В телевизорах нового поколения уже встроен такой передатчик. Для просмотра цифрового телевидения понадобится и антенна, обязательно дециметрового диапазона. Если вы находитесь в населенном пункте, то, соответственно, есть рядом высокие здания, то необходимо устанавливать как можно выше, на коньке, например, грубо говоря, дома, либо на крыше здания, направлять в сторону передающего центра. Выбор антенны также зависит от удаленности телевизионной вышки. Если дом в 20-30 километрах, можно использовать антенну с активным усилителем. Данная версия – это с питанием 5 вольт, соответственно, это активная антенна. В удаленных населенных пунктах, там, где не хватит мощности обычной антенны, требуется другое оборудование. Приставленная антенна многоэлементная, активная, с достаточно большим коэффициентом усиления. Чем выше у антенны коэффициент усиления, тем она спасает на дальних расстояниях. Приобрести приставку и антенну сегодня можно во многих магазинах бытовой техники. Приставки, как отмечают специалисты, по большому счету, лишь отличаются названием производителя. Функции выполняют одинаково. Оборудование начали продавать, как только был запущен стандарт DVB-T2. В зависимости от дальности и мощности антенны разброс цен от 600 до 2500 рублей. Выбрать технику помогут консультанты. Вещательное оборудование можно будет и дома протестировать. Чтобы он определился, подходит ему эта антенна или нет, протестировать. Если сигнал его устраивает, значит он оставляет ее себе. Если у него даже нет возможности в течение двух недель вернуть, если он где-то далеко живет, он просто может нам позвонить и предупредить. Но он должен сохранить товарный вид, упаковку, чек о покупке и инструкцию от антенны. Когда все оборудование в сборе подключено к сети, на экране телевизора появится интерфейс приставки. Затем пользователь должен найти оптимальное положение антенны. Если это требуется, включить питание. Для качественного вещания может быть достаточно около 40% сигнала. Фактически, ручная настройка занимает считанные минуты. Напомним, аналоговое вещание прекратит свою работу со следующего года. Как говорят специалисты ОРТПЦ, сейчас в области цифровым вещанием обеспечено 98% населения. Дело за амурчанами. Нужно лишь подключиться. Денис Фериденко, Михаил Величкин, Амурское областное телевидение. Продолжение следует...